А вы помните наш майский ролик, в котором мы показывали, как мы приступили к высадке рассады индетерминатных томатов вот в эту пятую, в нашу полупрофессиональную теплицу? Я как раз сказала, что скоро вы здесь ничего не узнаете. Мы в предвкушении нового летнего сезона. Буквально через месяц вы не узнаете эту нашу теплицу. Здесь будут просто джунгли. Приезжаешь на площадку сюда после выходных, заходишь в томатную теплицу и уже ничего не узнаешь, насколько быстро развиваются растения. Сегодня хочу пригласить вас прогуляться по нашим томатным теплицам на площадке, посмотреть, какие томатики стали наливаться самыми первыми и вообще поговорить о том, что необходимо делать с томатами в июле. По-моему, меня очень плохо слышно из-за наших вентиляторов. Давайте-ка пойдем их отключим. В Подмосковье жара продолжается, стоят очень высокие температуры. И для качественного проветривания, для качественного опыления растений в пятой полупрофессиональной нашей теплице работают вот такие вентиляторы. Они создают шум, и на время съемки видео мы сейчас с вами их отключим. Вот здесь, при входе в нашу теплицу, у нас есть вот такой вот выключатель, на который нажимаешь, и сразу в теплице становится тихо. Прием-прием! Как сейчас меня слышно? По-моему, гораздо лучше. А то я стою в томатной теплице и кричу на всю страну. Вы на канале Семена Партнер. С вами его ведущая Марина Шабанова. И, пожалуй, начнем с индетерминантных томатов. Пойдемте, я вам покажу, какие томаты начали наливаться у нас самыми первыми. Первое место в нашей теплице индетерминантных томатов занял томат Мирандалина. Это высокоурожайный, ранеспелый индетерминантный гибрид. Наша отечественная селекция. Мы являемся производителями этого томата. И он самый первый завязал среди всех остальных большое количество плодов. И самым первым начал окрашиваться. Плоды у томата Мирандалина ярко-красного цвета, плоско-округлой формы. Мы сформировали этот томат в два стебля. И уже на одном растении сформировалось 8 кистей. В каждой кисти по 8-10 плодов. Посмотрите, какие красивые грозди висят. Обязательно продемонстрируем вам этот томат в конце сезона, когда он будет своей максимальной биологической спелости. Определить второе, третье и последующие места среди наших индетерминантных томатов уже достаточно сложно. Здесь уже все хороши. Но все же выделю томат Маскота. Раннеспелый полудетерминантный гибрид для открытого и защищенного грунта. Практически все нижние кисточки уже вызрели и готовы к употреблению. Но очень много завязалось и выше кистей. В своей спелости томаты будут глянцевые, ярко-красного цвета, без зеленого пятна у плодоножки. И благодаря своей прочной кожице томаты способны храниться без потери вкусовых и товарных качеств сроком более одного месяца. Надеюсь, что этот томат тоже есть в вашей теплице. И особо хочется отметить среднеспелый индетерминантный сорт томата под названием «Бабушкино». Сколько же он завязал плодов в такую-то жару. Нижние плоды уже готовы к употреблению. Как в детстве, так можно описать этот томат. Пройти мимо этого сорта просто невозможно, не залибовавшись им. И, кстати, помимо гибридов, в этом сезоне мы высадили достаточно большое количество сортовых томатов. Томат «Желтая нежность» с очень красивыми ярко-желтыми плодами. Кисти полусложные, сложные и в себе содержат по 10-30 плодов. Удивительный сорт томата «Черная богиня» с экзотической черной расцветкой. Следующий сортовой томат «Зеленая тайна личинки» с мясистыми плодами необычной зеленовато-янтарной окраски. А этот сортовой томат под названием «Полосатый шоколад» мы выращиваем ежегодно. Невероятно красивый бифтомат шоколадного цвета. Бытует мнение, что сортовые томаты в разы превосходят по вкусовым качествам любые гибриды. Но мне кажется, что в нашем ассортименте настолько вкусные гибриды, что переплюнут любые сорта. Но в августе мы это проверим. Когда все томаты будут в своей максимальной биологической спелости, я сама лично все буду пробовать, все сравнивать и все честно вам расскажу. Среди детерминатных томатов самым первым начал активно наливаться и массово вызревать томат «Любаша» — это наш ультраранний гибрид, а также томат «Верочка» и «Софа». Эти ранеспилые гибриды никогда не подведут. Их можно выращивать как в теплице в защищенном грунте, так и в открытом. В северных регионах, кстати, они успевают вызревать за короткое лето. Плоды у этих томатов ярко-красного цвета, плоско-округлой формы, без зеленого пятна у плодоножки. И еще среди ранеспилых детерминатных томатов очень порадовал томат под названием «Янтарная капля» с ярко-оранжевыми плодами округлой формы. Глядя на такое обильное плодоношение высокой урожайности, этот томат сложно назвать овощем, даже не фруктом, а как будто на кустике висят вкусные яркие оранжевые ягодки. Что касается томатов в открытом грунте, то здесь открыл сезон спелых плодов томат «Джекпот». Это супер-ранний детерминатный гибрид, и посадив его, вы точно не останетесь без урожая. Кисти простые, с 7-8 плодами цилиндрической формы с изящным носиком. Сейчас во второй половине июля всех интересует один и тот же вопрос. Когда уже начнут массово созревать томаты? Почему они так долго висят на кусту зеленые? Для каждого сорта либо гибрида есть свой срок созревания. Пока этот срок не выйдет, плоды не начнут созревать. Если даже плоды набрали свой размер, опять же, это мы так визуально определяем, хотя это не факт, то в любом случае в плоде происходит формирование семян, накопление сахаров. Он должен провисеть примерно 10-14 дней. Поэтому набираемся терпения, но не забываем и про подкормки. Сейчас уже во второй половине июля мы делаем акцент на калинофосфорных удобрениях и даем их примерно раз в 7-10 дней. Но внимательно смотрим на каждое растение. Если в верхнем ярусе кисти уже плохо завязываются, точка роста малоблиственная, ненасыщенного зеленого цвета, то это уже говорит о нехватке азота. Если вверху не будет сильно вегетативной массы, то плоды будут плохо завязываться. Поэтому в таком случае мы уже прибегаем к комплексному водорастворимому удобрению, в котором есть и азот. Например, по формуле 5-15-45, где 5 азота, 15 фосфора, 45 калия, либо 7-12-30. Формула зависит от производителя того или иного удобрения, которое вы будете использовать. Как уже использовать это удобрение, каждый выбирает сам для себя. Под корень, либо по листу. По листу, конечно, экономичнее. Ну и по листу растения быстрее усваивают все необходимое питание. Для ускорения созревания плодов и томатов можно на грядку положить несколько штук яблок. Но яблоки брать из своего сада, не в магазинах. В магазинах толку не будет. Яблоки выделяют растительный газ и тилен, который способствует развитию и росту. И в окружении яблок плоды томатов будут гораздо быстрее вызревать. Также следим за поливом. Почва всегда у томатов должна быть умеренно увлажнена. Мульчируем посадки, не допускаем пересыхания. Не пренебрегаем мы профилактическими обработками от грибных и бактериальных заболеваний. Профилактику проводим и по листу, и под корень. Заселяем полезные грибы и бактерии один раз в 10 дней. Если у томатов на зеленых плодах у основания вы заметили такие черные пятнышки, то это вершинная гниль. Это не заболевание, это следствие неправильной агротехники. Многие нам пишут, посоветуйте нам уже сорта либо гибрида, на которых не возникает вершинная гниль. На самом деле это не зависит ни от какого сорта, ни от какого гибрида. Это следствие неправильной агротехники. Вот если у нас, например, сейчас в Подмосковье второй месяц жара, температура выше плюс чем 30, и если нерегулярно проливать свои томаты, если подсушивать почву, она не будет умеренно увлажнена, то растения из почвы перестают усваивать кальций. Возможно, что у вас нет в почве кальция, вы не вносили доломитовую муку по осени. Возможно, что кальций есть, но растения в такую жару перестают усваивать его. И возникают вот такие черные пятнышки у основания, вершинная гниль. Скорая помощь в таких случаях, либо мы даем кальциевую селитру под корень, либо по листу хилат кальция. Если на томатных растениях вы заметили, на нижних листьях вот такой вот рисунок, это означает не заболевание, а это означает нехватка магния, то есть магниевый хлороз. Дело в том, что нижние кисти уже начинают активно созревать, наливаться, то есть все питание забирают плоды. Если же такие листья появляются выше по растению, то необходимо томат подкормить удобрением с повышенным содержанием магния. Например, сульфат магния 20 грамм на 10 литров воды под корень. Ну вот, пожалуй, на сегодня и все. Надеюсь, моя экскурсия по нашим томатным теплицам на демонстрационной площадке вам понравилась. И информация в ролике была для вас полезной. Если остались какие-то вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну а мне остается каждому из вас пожелать благоприятной погоды и богатого урожая.